Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся к 4 главе. Собственно, рассказ 4 главы начинается с трех последних стихов 3 главы, с 98 конкретно стиха 3 главы, но основная его часть попала в 4 главу. И здесь снова автор и составитель книги прибегают к достаточно древнему и уже в самой книге Даниила не раз использованному сюжету про царский сон. Снова Новохудоносор видит сон, который подлежит истолкованию. Сон, впрочем, значительно более прозрачный, чем предыдущий. Но, тем не менее, рассказывается нам эта история снова с недоумением царя, снова с необходимостью найти толкователя, который оказался бы достаточно мудрый, прозорлив. Но, впрочем, здесь, в отличие от предыдущего случая, Новохудоносор рассказывает хотя бы свой сон. Но при этом, несмотря на то, что здесь Новохудоносор не загадывает загадок, тем не менее тайновидцы, обаятели, халдеи, гадатели и вся вот эта вот армия экспертов не могут разгадать царский сон. Что, кстати говоря, с литературной точки зрения довольно любопытно, потому что, когда дальше царь рассказывает этот сон Даниилу, ну, не так, чтобы прямо это было совершенно непостижимо. Но, тем не менее, вот сон, который заключается в том, что царь Новохудоносор видит среди земли дерево весьма высокое, большое, листья прекрасные, плодов много и так далее. Такое вот изобильное дерево, от которого и тень, и укрытие, и листва, и пища для всех, вот высокое прямо дерево, а не какая-то там жалкая пылинка. Ну, и дальше рассказчик свидетельствует, вернее, вкладывает в уста царя слова о том, что вот я видел, не сшел с небес бодрствующие святые, и громко воскликнув, сказал, срубите это дерево, обрубите ветви, сердце человеческое отнимется. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено. Наш синодальный перевод здесь, и слово бодрствующее, слово святые, начинает с большой буквы. Ну, вероятно, авторы перевода что-то имели в виду, хотя совершенно не очевидно, что следовало бы читать в оригинальном тексте. Тем не менее, вот неким повелением назначено, чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Вот такой сон видел я царь Невуходоносор, а ты, Валтазар, скажи значение его. Строго говоря, на самом деле, конечно, царь уже высказал, уже сформулировал значение сна, то, что необходимо в первую очередь донести до читателя, автору данной части книги Даниила. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Это не такая тривиальная мысль вообще, и тем более она вовсе не так уж была очевидна для тех или иных людей в эпоху между Вавилонским пленом и Новым Заветом. Речь, собственно, идет о таком громадном, очень важном феномене человеческой жизни, как государство и государственная власть. Новыхудоносор в данном случае скорее подвернувшееся под руку название носителя этой государственной власти. Ну, потому что невозможно представить себе, чтобы древний автор написал нам, в некотором царстве, в некотором государстве был царь Икс. Ну, вот, вместо царя Икс с этой же функцией выступает в данном случае царь Новыхудоносор, который по каким-то причинам является царем. По этому поводу на Древнем Востоке, где львиная доля лидеров были в той или иной степени узурпаторами, и Новыхудоносор реальный, кстати, тоже его преемники, там прям вот такая вот законная передача власти из поколения в поколение было скорее исключением, чем правилом. Ну, а фактически никакой другой формы, кроме деспотии и разнообразных тиранов, этот мир не знал. Ну, и поэтому нередко думали, что если человек обладает особыми, какими-то выдающимися заслугами и дарованиями, духовной или душевной силой, харизмой какой, чтобы прямо в телевизор не влезала и так далее, ну, вот это способствует тому, что боги или судьба дают ему в руки царскую власть, или сам он ее так или иначе захватывает. Вот эта мощная фигура. Кто этот мощный старик? Отец русской демократии. Вот что-то вот такое вот прямо силу личности. И судьба немедленно подыгрывает счастливцу, дает ему власти силу. Это одна идея, распространенная как в те времена, кстати, так и ныне. Современные люди тоже нередко склонны считать разнообразных проходимцев на троне баловнями судьбы, которым эта удача досталась за какие-то выдающиеся заслуги или особо яркие личностные качества. И еще одна важная тоже очень идея в этом самом деревне у Худоносора. Его надо бы представить себе рядом с древом познания добра и зла и рядом с древом жизни. Древом жизни, через которое бог дает человеку всю полноту своей жизни, всю полноту вечности, «Недрие познания добра и зла», в котором древние на своем языке вот как-то пытались формулировать такую «власть над миром». И рядом с этим земное царство, ну, у Худоносора или еще какого-нибудь там Носора, видится как источник жизни для своих подданных. Часто мы видим, что, по крайней мере, цари считают, что подданные существуют для царства. И уж, конечно же, не царство для подданных. Может быть, где-нибудь в молодых республиках греческих городов или в молодой римской республике, так не думали. Ну, в конце концов, по отношению к месту, где разворачиваются события Даниила, это очень далеко на запад. Здесь есть царь, который дает от руки своей пищу своим подданным рабам, военачальникам, солдатам, жрецам и так далее и тому подобное. Царь собирает с земли все богатство, свозится в какой-нибудь зекурат вавилонской зерно, выращенное на плодородных землях Месопотании, и вот потом от руки своей царь питает все свое царство. Это вполне работавшая и достаточно распространенная долговременная схема, так сказать, экономики древневосточных царств Новохудоносора, даже в меньшей степени, а вот для древневавилонской, для Шамера-Акадской, да, и для Сирийской держав это действительно было характерно. Ну, в реальности, конечно, не совсем так. Только в масштабах небольшого города-государства возможно было такое, и то там, по большому счету, угнездившимися в зекурате правителями были жрицы, а не цари, ну, или там персонаж какой-нибудь занимал и должность верховного жрица, и должность царя одновременно. Повторю, в реальности не так четко, но автор Даниила скорее рисует нам такую понятную схему. И все понимают, да, действительно, да, действительно, цари считают, что их государство вот здесь существует, а все остальные живут и питаются настолько, насколько царь им позволяет. и таким образом этот царь видится и пытается выглядеть тоже источником жизни для своих подданных. И у него уже, по сути дела, не подданные, а прямо, как это теперь называют, бюджетники какие-нибудь. Подданные – это те, кто платит налоги. А в этих самых царствах Новохудоносоров там, собственно, они не столько налоги платят, сколько отдают все, а получают, чтобы с голоду не помереть. Ну вот, тоже для 20 века характерны попытки что-нибудь подобное соорудить. В общем, чем хорошим, не кончается. И так для нас важно увидеть, что, собственно, царь Новохудоносор вот эту идею такого царства, первичного по отношению ко всему остальному, мощного, плодовитого, как в славянских некоторых текстах говорят, благосиннолиственного такого прямо вот дерева, вот он предлагает. И здесь же сразу говорится о том, чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческими, дает его кому хочет. Оказывается, что это царство при всей его пышности, при всем его величии, показном, реальном, мнимом, неважно, это царство в руке Божьей, ему принадлежит. И не судьба, а именно Всевышний дает власть в этом царстве тому или другому человеку, кого хочет, поставляет над ним, в том числе и уничиженного между людьми. Здесь это тоже важно, потому что речь идет, собственно, о том, что поставленный Богом во главе какого-нибудь конкретного царства человек. Человек не обязательно самый умный, самый красивый, самый удачливый, самый еще что-нибудь, прозорливый и так далее, он может быть вполне себе уничиженным между людьми, ничего особенного из себя не представлять, и мы можем вообще только удивляться, почему Бог вот его поставляет и дает ему власть. Вот почему-то Бог не обязан отчитываться нам в причинах своих действий. И так это царство, если оно и существует, а его благодетельная роль в жизни подданных еще будет очень и очень под сомнением в книге Даниила, тем не менее, если оно все же существует, эта власть дается Богом по тому, почему Бог хочет. И вот поэтому, собственно, на этом месте царь Новых Ходоносер просит Даниила истолковать, потому что никто из мудрецов не мог объяснить значение этого сна, а ты сможешь потому что Дух Бога, Дух Святого Бога в тебе. Ну, в сущности, это, конечно, литературное преувеличение, потому что чего там толковать, все, собственно, только что было написано. Тем не менее, как положено в рассказе про истолкование сна, Даниил погружается в раздумья, вероятно, все же молится Богу, да, и через какое-то время объясняет царю значение этого сна, говорит, дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся. Ну, да, действительно, понятное дело, это и так, в общем, было ясно. это ты, поднявшийся, возвеличившийся и укрепившийся. Ну, царь приосанился, конечно, ну, будь это реальная история, обязательно приосанился бы, сделал бы умное лицо, это я, царь, возвеличившийся, укрепившийся, все. и величие твое возросло и достигло небес, и власть твоя до краев земли. Вот, власть твоя до краев земли, и ты там, прям такой. Аплодисменты, переходящие в овацию. Здесь бы Даниилу, конечно, и замолчать, но нет. А что царь видел, бодрствующего, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его. Вот значение этого. Вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Собственно говоря, в этой фразе все встает на свои места. Есть царь, величие, что там, укрепившееся, дерево, но есть Всевышний. Определение которого решает судьбу царя. Определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя, так, как определение самого царя постигает последнего раба, гонца, землемера или ремесленника, любого подданного царя. Царь, единственное отношение на всем белом свете, в котором царь занимает место такое же подчиненное, какое подданные царя занимают по отношению к царю самому, это отношение к Богу. Вот, собственно, определение, которое постигнет господин моего царя. и это очень трудная вещь для царя, потому что царю необходимо в этой ситуации согласиться, что есть власть над ним, да, есть Божий суд на перстнике разврата, как писал Лермонтов. Понимаете, вот, это непростая для царя вещь, ну, нам трудно это себе представить, да, поставить себя на место нового гипотетического, но это действительно серьезное аскетическое упражнение. Изредка даже царям оно удается. Между тем, для читателя, для читателя этой книги и подобных ей это жизненно важная вещь. Вот эта весть о подвластности царя Богу. Потому что, ну, предположим, раннее селевкидское царство какое-нибудь вскоре после развала державы Македонского, ну, или, может быть, даже прямо перед македонским завоеванием позднее Персидское. Но, скорее, все же ранние селевкиды, где все чувствуют себя угнетенными и подвластными, где вот эти вот правители, ставшие правителями, по сути дела, по прихоти Александра и отчасти игрой нелепого случая, потому что они там, им посчастливилось к концу жизни Александра Македонского занимать опустевшие генеральские позиции. Вот они становятся властителями жизней огромного количества подданных и люди в общем мучаются под этой властью. Мало кто из преемников Македонского оказался достаточно умными, чтобы обеспечить процветание подданным своих случайно сформировавшихся областей. Чаще всего вот самодурство этих царей, особенно на Ближнем Востоке в царстве Селивкидов, это Сирия, это страны Ближнего Востока, вот для иудеев мучительные и страшные гонения, которые отнюдь не начались при Антиохии Епифане, когда будет писаться вторая половина книги, а начались достаточно рано. И вот может быть автор хочет сообщить своему читателю именно это. Вот те цари, которые мнят себя нашими хозяевами, те цари, которые правят не задумываясь о судьбах подданных, об их жизнях, об их сердцах, о том, что с ними происходит, те цари, которые без счета уничтожают этих самых подданных, они тоже на самом деле подвластны, подвластны Богу, и кара Господня будет на них может быть куда более тяжкой, чем то, что возлагают эти самые цари на своих подданных. Поэтому, повторяю, это очень важная идея. для всей книги, в том числе для первой половины книги Даниила, государство и царь не являются источником жизни и не являются последней инстанцией власти. И так вот здесь царю на выходоносы род Даниил толкует, тебя отлучат от людей и семь времен пройдут над тобою, пока ты не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Семь времен. В этой книге мы встретим подобное выражение достаточно часто, и люди прямо проявляют чудеса изобретательности, чтобы угадать, что же имеется в виду. Семь времен это сколько? Но скорее всего речь идет о некоем продолжительном времени. Вовсе не следует вычислять эти строки в каких-нибудь человекоразмерных единицах. Вот, тем не менее, смотрите, Даниил говорит царю, много времени, семь времен пройдет над тобой, пока ты не поймешь. Вот, для того, чтобы ты мог дальше быть царем, ты должен понять и должен согласиться, познать, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Это царство принадлежит Богу, власть дает Бог, и он же может ее отобрать. И дальше что же делать? И зачем тогда все это? Чрезвычайно важный 24 стих, в общем, довольно неожиданный для той эпохи, когда эта книга рождается, да и сегодня нередко отвергаемый разнообразными правителями смысл. Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, вот что советует ему Даниил, потому что ты должен признать власть Всевышнего, и Бог ее дает тому, кому хочет, кому не хочет, отнимает. Вот тебе что я в связи с этим посоветую. Искупи грехи твоей правдой и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Таким образом, автор вкладывает в уста Даниила слова о том, что для того, чтобы царь был жив, чтобы мир его продлился, мир правления, вот все то, что с этим связано, чтобы это продлилось, необходимо вести себя определенным образом, править определенным образом, не так, как твои левые пятки вздумалось затевать какие-нибудь авантюры, искупи грехи твои правдой и беззаконие твоим милосердием к бедным. Правда в данном случае речь идет в общем о справедливости и правосудии, о справедливости и правосудии и милосердия к бедным. Вот тогда царство будет стоять, тогда мир твой, имеется в виду, благоволение Бога к Навуходоносору, как к царю, продлится. Если же этого нет, Бог заберет эту власть и даст ее тому, кому захочет и отберет ее у тебя. Таким образом, это могло бы быть обращением к царю, если бы действительно тут на фоне существовал некий реальный царь. в данном случае это, если хотите, такое политологическое заявление, которое очень тесно сближает, между прочим, автора книги Даниила и с традицией допленных пророков, ну и до некоторой степени с раннехристианскими мыслителями. Понимаете, по тому же самому вопросу, где апостол Павел говорит, если власть не от Бога, то это не власть. Ну или в нашем привычном переводе нет власти, если таковая не от Бога. Ну вот, ну понятно, что тенденциозно любили переводить на русский про то, что всякая власть от Бога, Павел это ни разу не имеет в виду. Значит, он имеет в виду, что если это от Бога, тогда это может быть властью, и тогда у нее есть задача. И вот Даниил здесь говорит на выхудану срок, у твоей власти есть задачи, есть обязанности. Это не просто удовлетворение твоих прихотей, а это правосудие и милосердие к бедным. И это говорится во времена, когда над иудеями все время процветают разнообразные власти, которые ставят свои задачи и все, что угодно, только не это. Действительно Богу принадлежит царство, действительно Бог дает эту власть вот с этой целью правосудие и милосердие к бедным. А если нет, то не продлится мир твой, говорит Даниил царю. И дальше в этом рассказе говорится о том, что все это сбылось над царем Новуходоносором. вот там через год царь рассказывал по царским чертогам и говорил вот я построил там дворец все замечательный голос с неба говорит ему царство твое отошло от тебя. В тот момент, когда он начинает гордиться, когда он начинает хвастаться, ну в сущности перед Богом, конечно, да, царство твое отошло от тебя и все времен пройдут над тобою снова, доколе познай, что Всевышний владычествует над царством, дает его кому хочет. И буквально говорится о том, что Новых Ходоносор одичал, одичал, отлучен от людей, ел траву как вол, тело орошалось росою, волосы как у льва выросли, ну в общем вот впал в такую дикость. Однако через какое-то время, снова здесь разговор от первого лица, от лица царя Новых Ходоносора, возвел я глаза к небу, разум возвратился, благословил Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущного. Вот исцеление от одичания царя от вот этого озверения правителя, когда он благословляет Всевышнего, восхваляет и прославляет того, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды родов. И Новых Ходоносор говорит, все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Ну это тоже, конечно, перебор, но да, для тех столетий характерное представление о том, что единственным по-настоящему самостоятельным действующим лицом истории является Бог. Большое упрощение, но тем не менее, да, вот так, по воле своей действует как в небесном воинстве, так и живучих на земле. Но важно еще тоже для современного читателя вот последние фразы 31 стиха, где говорит, прославляет Новохудоносор пресносущного, которого царство в роды и роды, которого владычество, владычество вечное. Вот он является точкой отсчета, и у него, у пресносущного, есть некое царство, которое не изменчиво, как царство Новохудоносора, которое не может быть ни отняты, ни разрушено, царство вечное. Вот появляется в рассказе книги Даниила вот эта идея, этот образ царства вечного, которое принадлежит Богу, власть над которым не передается людям. И, собственно, владычество вот такое вот над этим царством вечным и над царствами людей позволяет поэтому иногда называть Бога царем царей. Вот титул, впрочем, излюбленный разными персидскими владыками. нет никого, кто мог бы противиться Рукееву и сказать ему, что ты сделал, Бог ни перед кем не отчитывается. Его царство вечное, его царство в рот и в рот, ну, а все земные он дает тому, кому захочет. и ныне возвратился там к Навуходоносору разум, пришли обратно советники, все такое и прочее. И вот ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю царя небесного. Вот Бог назван здесь царь небесный, которого человек славит, превозносит и величает. Все его дела истинны и пути праведны. Как было уже сказано, если ты хочешь, чтобы твое царство стояло твердо и мир был бы, и твой мир продлился, ты должен искупить грехи правды и беззакония и милосердием. Вот здесь о царе небесном говорится о том, что его дела истинны и его пути праведны и поэтому его царство вечное. Потому что оно исполнено правосудием и милосердием, правдой истиной. Ну и вот последние слова главы царя небесного, который силен смирить входящих гордо. и где-то в нищей угнетенной хижине минус четвертого века, а то и, может быть, даже и конца минус пятого, ограбленный, униженный и мучимый разнообразными способами иудей читал это и думал о своих царях, которые к тому же еще и сменяли друг друга, и каждый следующий пытался выжить из ограбленного предыдущим царем населения еще копеечку. Думали, нет, вот Бог силен смирить ходячих гордо. Силен смирить вот этих вот всех царей, и это их гордость не на пользу, не для того, чтобы продлить их мир. Вот это удивительное, если хотите, такая еще не благая весть, но уже хорошая новость для читателя и, конечно, радикально нестандартный, необщепринятый взгляд на царство и его задачи. Продолжение следует... Продолжение следует...